Итак, дорогие друзья, всем бодертов, доброе утро, good morning, bonjour, hello, мы находимся сейчас в очень важном времени, да, завтра начинается Песох вечером, мы сейчас прямо входим в, приближаемся к пиковому проявлению Бога в мире, должны быть готовы морально, интеллектуально, психологически, духовно, вот. Вот, хорошо, поэтому лучшая подготовка это изучение Торы, лучшая подготовка это выполнение заповедей, и вот мы продолжаем изучать Торы, Ольга Троцкая нас смотрит, и все уже, значит, уже все отлично, значит, двигаемся дальше, так, сейчас ждем, пока все подсоединятся, и продолжаем, продолжаем изучать Мишли, притчи царя Соломона, продолжаем изучать. Так, сейчас приближаются, у нас на последнее время на уроках уже больше 200 человек обычно присутствует, поэтому, очевидно, сразу все заходят в бейтметраж виртуальный, и Facebook не справляется, не справляется Facebook с таким наплывом людей. Хорошо, значит, пока все собираются, пока все собираются, мы настраиваемся, настраиваемся, у человека есть очень важное такое качество внутри, которое зависит вот это, зависит в целом от него, это самая, вот, знаете, сущность человека, это выбор намерения, что ты хочешь, выбор цели, выбор направления, куда ты двигаешься, это больше всего определяет сущность человека. Поэтому, поэтому Бог же, он читает сердца, и поэтому вот внешне может человек там что-то говорить, делать, но что у него внутри, это и есть его сущность. И вот поэтому очень важно настроиться, уметь настроиться. Перед уроком Торы, прям сказать себе, такие хасиды настоящие, они говорили, «Арени муханам изуман, вот я подготовлен и настроен, ликаем это митсва, выполнить заповедь». Вот сейчас мы выполняем заповедь изучать Тору, изучать Тору, изучать божественную мудрость, и когда ты настраиваешься и скованой, с намерением делаешь действие какое-то, оно имеет очень мощное, сильно внутреннее наполнение. Особенно важно убрать вот, убрать все отвлекающие факторы, телефоны там убрать, да, убрать и настроиться. Это совершенно можно извлечь, но другую пользу. Все, мы дошли до того, что на прошлом уроке мы дошли до того, что грешник, он сразу выражает свой гнев, хитрый человек, он скрывает свой гнев внутри, но мстит, а мудрец Торы, он вообще даже не гневается, у него нет гнева внутри, потому что он понимает все от Бога, все для его добра, и он, в этом идее, вот есть такая система в семейной терапии, радикальное прощение. Он говорит, радикальное прощение так называется, потому что ты в какой-то момент понимаешь, что тебе нечего прощать, поэтому оно радикальное, то есть все для твоего добра, все к лучшему, и в этот момент у тебя пропадает вот это внутри разделение на жертва, на тот, кто на тебя нападает, никто на тебя не нападает, даже если Бог тебе дает неприятности, какие-то тебе неприятные, это тоже для тебя, это тоже для твоего добра, это тоже как разговор Бога с тобой. Значит, и мы дошли до 17-го отрывка, 17-й отрывок, сегодня у нас будет урок посвящен коммуникации, шаломеков, шатадин, значит, 17-й отрывок, царь Соломон нам говорит следующую вещь, Яфиах эмуна ягид цедек, вээт шкарим мирма, значит, дословно переводится так, Яфиах это тот, кто, Яфиах это как говорит от слова выдыхать, Яфиах это как выдыхающий истину, эмуна это истина, да, анимамин я верю, это вера, выдыхающий истину ягид цедек, скажет, говорит справедливость, вээт шкарим свидетель, свидетель это как в суде свидетель, обманный, обманный свидетель, обманщик он мирма, он обманывает, непонятно, непонятная нам история, значит, как бы кто-то говорит истину и он и скажет истину, а кто свидетель ложный, так он обманет, Значит, два есть разных уровня объяснения этого отрывка. Первый уровень объяснения, он нас, как бы, представьте, 3000 лет назад, царь Соломон, он объяснил нам, как работает детектор лжи сегодняшней современной, когда человека проверяют, или он врет, или не врет. Он говорит, человек, который говорит истину, правду, он говорит спокойно, он это как выдыхает, у него нет напряжения, у него нет волнения, у него нет страха внутри. То есть человек, который говорит истину, он говорит спокойно. Теперь, в Эдж Карим, а свидетель лживый, лже-свидетель, он обманывает и он говорит, он волнуется, когда говорит свой обман. Поэтому на сегодня, когда хотят проверить, или человек говорит правду или нет, его подстёдивают к таким датчикам, и если он говорит правду, он внутри спокоен. Как только он начинает врать, у него начинает сердце колотиться и так далее, то есть он говорит неспокойно. Вот нам дал царь Соломон первое такое объяснение в контексте, что такое правда, что такое ложь. И это очень-очень важная вещь, очень важная вещь. Правда и ложь, да? Да, всех, у кого сегодня день рождения, всех поздравляем с днём рождения, желаем, чтобы Бог вам дал благословение во всех хороших делах, в материальном, в духовном, в семье, в отношениях, вашим близким, чтобы было на душе весело, хорошо и радостно. И вот сейчас мы как раз об этом чуть и поговорим. Значит, ещё раз. Первое, семнадцатый отрывок нам царь Соломон сказал, что тот, кто говорит истину, он говорит спокойно. То есть он как выдыхает, у него нет внутри волнения. Ну, если мы вообще возьмём слово, что такое истина, что такое обман, и это очень всё растяжимое, что такое мирма, искажение реальности. Это всё очень-очень такие слова растяжимые, потому что любое слово, которое мы используем для объяснения чего-то, оно само по себе уже является искажением. То есть слово картошка и картошка реально, это две разные вещи. И слово картошка, это попытка выразить сущность картошки через звук картошка, но это не картошка. То есть любое слово, любая идея, любое объяснение, любое описание, оно само по себе, оно уже не является реальностью. То есть слова это слова, идея это идея, объяснение это объяснение, а реальность это реальность. И когда особенно ты пытаешься что-то объяснить, и ты пытаешься передать, или ты пытаешься тем более кого-то в чём-то убедить, ты должен понимать, что то, во что ты веришь, это некая виртуальная реальность, которая абсолютно не очевидна для остальных людей, и которая не является истиной в принципе. Потому что истина это что-то такое, факт непоколебимое, что не надо доказывать, не надо объяснять, это идентично для всех. Теперь, но мы всё время живём в мире объяснений, и попыток кому-то что-то объяснить, кому-то что-то доказать, вот тут возникают уже деления, что такое добро, что такое зло, что такое правда, что такое ложь, что такое истина, что такое неистина. И вот здесь огромная путаница, и изначально должна быть у человека понимание, что слова это попытка, символическая попытка передать реальность, но слова реальностью не являются. Слова, мысли, объяснения, идеи это попытка передать какую-то реальность. Всё. Теперь дальше. Дальше у нас сегодня идут вот отрывки, как относиться к словам. Первое, 17-й отрывок, что первое его объяснение. Истину человек, он говорит спокойно, а обманщик, который обманывает и искажает, он говорит неспокойно. Второе объяснение этого же отрывка, что он вроде бы кажется, ну непонятный, да? Выражающий истину говорит справедливость, а свидетель же свидетель обманывает. Здесь нам передаётся ещё один такой психологический момент, что тот, кто обманывает, он обманывает, он привыкает к обману. Я помню, когда я учился в Ешиве, был вопрос такой, да? То есть, есть некая конфронтация между государством и религиозным миром в Израиле. Иногда государство ведёт себя, нарушая религиозные законы. Поэтому есть какая-то часть религиозных лидеров, которые не признают государство, потому что им управляют люди нерелигиозные, которые иногда в открытую идут против Бога и против законов Торы. Поэтому люди из мира Торы, некоторые, они говорят, что раз государство идёт против Бога, значит мы можем не признавать это государство. То есть, и они не считаются с государством Израиля. Есть такая крайне маленькая прослойка. Есть, которые признают государство, но не во всём с ним согласны. Есть, которые любят государство и молятся каждую субботу за шалом государства. То есть, у религиозного мира разные отношения к государству. Есть там 100 оттенков, как 100%. Теперь, значит, я помню в Ешиве кто-то задал вопрос. Он говорит, смотрите, я государство, они не религиозные. Они там по шабатам хотят транспорт, и всё. Могу ли я обмануть государство в уплате налогов? Он задал вопрос Равину, то есть, недоплатить что-то и так далее. Равин ему говорит, нет, говорит, не можешь. Не можешь ты обмануть государство в уплате налогов. Ты говорит, почему? Он говорит, потому что если ты обманешь в этом, то какой пример ты дашь детям? А второй, если ты обманешь в этом, так ты обманешь и в чем-то другом. То есть, само по себе, что ты становишься на путь обмана, оно вреднее, чем то, что ты там потеряешь что-то или в финансовом плане. И он ему запретил обманывать в принципе, потому что если ты начинаешь обманывать, то одно за другое цепляется. То есть, как человек, который привык говорить всегда правду, ему очень сложно обмануть, так же человек, который привык обманывать, ему сложно не обмануть. Это второе объяснение 17-го отрывка. 18-й отрывок. 18-й отрывок тоже нам говорит про коммуникацию, про речь. И говорится здесь так. Есть, который говорит, и это словно удары меча, как он пробивает дырки, прямо как он убивает, как бьет мечом. Я как раз сегодня утром, я изучаю там одну психологическую книжку, и там рассказывает один парень, что он, когда-то он был мальчиком, ему было 13 лет, и кто-то ему сказал, вот ты там типа в лице ковыряешься, у тебя пойдет зараза, и у тебя лицо все пойдет прыщами. И он как это услышал этот парень, испугался, и у него началась болезнь, называется акне, по-моему она называется. Значит, у него полностью лицо все было страшно, ну вообще. И он не мог вылечиться до где-то 16 лет, у него было страшно больное лицо, потому что он поверил, что у него будет, начнется эта болезнь, он испугался, и у него началась эта болезнь. И он рассказывает, что как я вылечился, я начал медитировать, я начал представлять, что у меня кожа чистая, что солнечный свет ее оживляет, воздух ее оживляет, микробы уходят. Он начал себе медитировать и заниматься аутотренингом, и за месяц у него кожа лица очистилась полностью. Теперь, здесь есть люди, которые своими словами, они как мечом, они ранят других людей. И особенно это важно, в этой книжке говорилось о том, когда ты воспитываешь детей, то, например, простая ситуация, ребенок что-то уронил, разбил, сделал, и родитель ему говорит, ты, там, бездельник без руки, у тебя все из рук валится и так далее. И он, ребенка, этим может запрограммировать на то, что он в это поверит, и дальше у него в голове появится, это как дыр, ну, как он его убил, нужно сказать, да, он его сделал вот этим вот бездельником и из рук валится. А что говорит мудрый? Мудрый, он, его язык исцеляет, да, марпе. Значит, мудрецы, они стараются помочь, поддержать. И тогда этот родитель, ребенку может так сказать, что вот ты такой аккуратный мальчик или девочка, да, и ты старайся, чтобы все было правильно. Иногда из-за невнимательности что-то может упасть. Поэтому давай сделаем вывод какой, что будем внимательными. Вот ты внимательный, ты смотришь, и он его как бы учит, как думать правильно. То есть, язык мудрецов, он исцеляет. Язык словами, они как мечом делают прямо дырку в человеке. И 19-й отрывок сегодня, он как раз продолжает эту же тему. Значит, сфат эмет, язык, язык истины, он тикон ляад, он установится навечно. Вээт, вэ ад ардия лашон шетер. И на мгновение, на мгновение устоит обман. Ну, лашон шетер это язык, который обманывает. Значит, здесь еще одна есть интересная такая деталь, что когда человек обманывает, да, что такое обман? Мы начали, изначально была позиция, что любое объяснение реальности, это уже искажение реальности. То есть, когда один человек говорит, эта картошка вкусная, второй говорит, она невкусная, то могут оба не обманывать. Оба говорят правду, но при этом они говорят разные вещи. Один говорит, картошка невкусная, прям от нее рыгать хочется, извиняюсь за мой французский, да. А второй говорит, картошка, да я такой вкусной никогда не ел. Кто из них говорит правду? Возможно, что оба они говорят правду. Просто у одного отношение к картошке, у него фобия картошки, он прямо видит картошку, у него прям организм ее не принимает. А у второго любовь к картошке, это его любимое блюдо. И каждый высказывает эмоционально свою позицию, и один говорит правду, что картошка вкуснейшая, второй говорит правду, что картошка невкусная. Но эти две правды, они полностью противоположны друг другу. Получается, что любое высказывание любой идеи, это уже искажение реальности. Понятно. А чем же отличается тогда обман от не обмана? Вот это же непонятно, оба говорят противоположные вещи, оба говорят правду. А кто же из них обманывает? Обманывает из них тот, который, давайте посмотрим, вот они пришли в ресторан оба. Вот они заказали оба картошку. Один говорит человек, вы знаете, эта картошка, она очень невкусная, и картошка это, ну просто вообще она даже не может называться картошка. У вас написано жареная картошка, но это вообще не, вообще, как вы написали, что это жареная картошка, это картошка полувареная. Один говорит такой текст, и второй говорит точно такой же текст. И на небе сидит ангел, и одному говорит, этот обманывает, а второму говорит, а этот говорит правду. Как может быть, что два человека говорящие одно и то же, но один из них обманывает, а второй говорит правду? Очень просто. Их намерение. Один человек, он, который говорит, что картошка невкусная, она плохая, его наняли конкуренты для того, чтобы он пришел и в ресторане устроил скандал. Ему все равно, какая картошка, вкусная она или невкусная, его цель устроить скандал в ресторане и кричать на весь ресторан, что картошка плохая, и потом написать в соцсетях. Второй человек, он говорит тот же самый текст, но картошка реально ему невкусная, и подходит, и не нравится, и поэтому, значит, эта картошка, она ему не подходит. То есть, что мы отсюда видим? Что у Торы очень есть парадоксальный подход вообще к правде и к лжи, и у Торы есть очень парадоксальный подход вообще к вот этой вот теме разговора. Значит, вот смотрите, какой вывод делает Тора? Ну, во-первых, что такое добро и что такое зло? По Торе это однозначно. По Торе однозначно добро это то, что Бог назвал добром, зло это то, что Бог назвал злом. То есть, это однозначно четко и понятно, что в этом мире тот, кто создал мир, только он и может устанавливать, что такое добро, что такое зло. Теперь, что такое обман и ложь, и что такое правда и истина? Вот здесь очень, очень все растяжимо, потому что, ну, непонятно вообще, да, один и тот же текст, может быть, два человека говорят противоположные вещи, и оба говорят правду. В первой истории, когда один говорит, картошка вкусная, а второй невкусная. В другой ситуации два человека говорят одно и то же, но один из них обманывает, а второй говорит правду. Тоже непонятно. Значит, по Торе, то, что ведет человека к добру, то, что является целью его слов, является добро, то автоматически становится добром и становится правдой. Что ведет человека к злу, то автоматически становится злом, неправдой и ложью. Например, например, есть такое понятие, как лошонара, лошонара, злоязычие. Злоязычие, это когда один человек говорит про второго правду, которая второго позорит, обижает и делает ему больно. Это запрещено Торе, Бог сказал, это зло, это не просто зло, это конкретнейшее зло, это запрещено делать. Сплетня. Один человек говорит про другого, ой, ты знаешь, он там, говорит, сяди, про него гадости. Этот послушал и рассказал своему другу, он же правду рассказал, он даже сказал конкретно, ты знаешь, а еще он может, знаете, какую правду сделать. Один человек другому сказал про третьего, ой, он такой всякий гадости договорил. А этот такой правдивый идет к третьему и говорит, ты знаешь, вот этот твой друг, ты думаешь, он твой друг, он про тебя такого наговорил. И ему все это передает в уши, все это передает. А особенно если это муж и жена, и он их ссорит, они разводятся там и так далее. Это правда или неправда? Это ложь, это зло, потому что целью было сделать зло. Значит, по Торе, то, что ведет к правде, становится правдой. Поэтому поступок Якова, когда он взял благословение у своего отца Ицхака и взял благословение, казалось бы, обманом, но это было не обман, потому что это было для цели правды, потому что по правде он купил уже первородство и так далее. То есть все идет по намерению. Какое у тебя намерение? Я знаю одного великого раввина, который всю жизнь обманывал свою мать, он величайший раввин был там вообще, он никогда ни слова не говорил неправды. Но он всю жизнь обманывал свою мать, у него был еще один брат, который погиб. И мать, она была больна, и он боялся, что если мать об этом узнает, то мать умрет. И он матери сказал, что брат работает на секретном объекте, атомном объекте, и оттуда нельзя выезжать там по заданию правительства. И он писал письма от имени брата для матери, чтобы от имени брата, чтобы мать была спокойна. И мать так до конца смерти, до конца своей жизни, она долго прожила, не знала, что ее второй сын погиб, умер. То есть и он, этот раввин, он в жизни ничего плохого не делал, он был самый правдивый человек, который только был. Но этот его поступок, это был правдой, потому что его целью было спасти жизнь своей матери. Вот такой вот парадоксальный подход у Торы к речи. То есть мы изучили сегодня 17, 18 и 19 отрывок. И в 19 отрывке говорится, что сват и мет, язык истинный, он установится навечно. То есть он ведет к вечности, он соединяет человека с Богом, с добром и так далее. В это радияло шон шекер, а обман, он рассыпается в секунду в рега, потому что у него нет вот этой вот основы, он не связан с Богом, с добром и с хорошими целями. Все, дорогие друзья, очень давайте мы для себя, а, ну давайте 20, по-моему, это заканчивает эту тему. 20 отрывок сегодня коротенький, да? Он такой, мирмабы лев хоршера, вот это как раз то, что я объясняю, это из 20 отрывка. Обман в сердце хоршера, это которые копают козлу. То есть обман всегда, обманом наполнено сердце копающих, распативающих козлу. Да? Вэ ле ю цей шалом, а для тех, которые советуют шалом, которые стремятся к миру, симха, у них в сердце будет радость. То есть весь вопрос в том, в каком направлении ты двигаешься. Если ты хочешь двигаться в сторону Бога, Бог тебе подскажет, как правильно сказать, как мягко сказать, как никого не обидеть, как не спорить, как не входить в конфликты и так далее. Если у тебя в сердце намерение сделать зло, то тогда, тогда все, что ты делаешь, все, что ты делаешь, оно становится обманом. Не ложь есть грек, есть зло, которое Бог назвал злом, и все, что идет козлу, ведет козлу, есть ложь и обман. То есть тут обратная связка, вот обратите на это внимание. Когда преступник хочет ограбить бабушку, и он бабушке помогает, переводит ее через дорогу, до копеечки отчитывает ей сдачу, чтобы она ему доверяла. Но его цель бабушку ограбить и убить, все, что он делает, это ложь и обман. Все его действия от начала коммуникации с бабушкой до момента, когда он сделал задуманное зло, все злом становится, все обманом. Даже если по ходу дела выглядит это все как правда, как добрые дела, как хорошие дела. То есть по Торе главное это намерение, к которому ты двигаешься. Если ты двигаешься к тому, что Бог назвал добром, то тогда все, что ты делаешь на этом пути, становится добром и честным. Если ты наоборот двигаешься к плохой цели, то все, что ты делаешь на этом пути, оно становится злом. Вот такая вот история. Все, я всем нам желаю, чтобы у нас было в сердце, что первое, мы двигались только в хорошем направлении, в сторону Бога. Второе, чтобы двигаясь в этом направлении, мы знали, что такое добро, что такое зло, не ошибались и не путали их местами. Чтобы мы максимально относились к своим словам, как к одному из вариантов реальности, всегда думали, какой след оставят эти слова. И то, что касается, вот сегодня утром я просто соединю это в воспитании детей, вот этот автор книги, он советовал. Он говорит, после каждого взаимодействия с ребенком, например, подумай, какой след это оставит, какую мысль это ему внесет в голову, во что он начнет верить. Это важно. Важно не то, что конкретно ты там кому-то сказал, ты не прав и так далее. Важно, что конкретно после этого, в каком направлении будет дальнейшее движение. В сторону шалома, мира, добра или в сторону зла, конфликта и какого-то разрушения. Все, всем удачи, успехов. Я всем желаю подготовиться к Песоху очень хорошо, проверить себя. Есть у нас уникальный шанс завтра вечером перейти на следующий уровень в своем духовном развитии. Прямо конкретно присоединиться к Богу, включить этот праздник, этот день обновления, как новое рождение. И можно прямо завтра вечером родиться заново и в духовном плане перейти на следующий-следующий уровень. Удачи, успехов. Удачи, успехов. Все.